А теперь о событии, которые могут изменить судьбу объединенной Европы. В четверг, 23 июня, британцы придут на избирательные участки, чтобы сделать исторический выбор. Они решат, сохранит королевство членство в ЕС или выйдет из Союза. Опрос общественного мнения свидетельствует, страна фактически расколота пополам. Итог голосования непредсказуем. Повлиять на него может любое неожиданное событие. Такое, как недавнее убийство депутата от лейбористской партии Джо Кокс. Григорий Емельянов продолжит тему. Политических убийств в Британии не было 26 лет. Официально нет до сих пор, потому что полиция пока никаких выводов не озвучила. Но сомнений в политической подоплеке дела Джо Кокс нет. Вопрос другой, как много там на самом деле политики? Версия, заявленная как мейнстрим, члена парламента убил псих-одиночка Томас Мэйр, увлекавшийся националистическими теориями. Рассуждать о том, как вовремя для британской власти произошло это убийство, негласно считается неприличным. Пресса дает волю эмоциям, пишет о том, какое это ужасное убийство, какой Джо Кокс была чудесной женщиной и так далее. Они не делают предположений, вообще никаких. Я помню, когда в России застрелили политика на улице, в Британии тут же все наперебой заговорили, что это сделано по приказу властей. А тут никто не задается никакими вопросами. В прессе никто не предположил, что убийство Кокс может быть срежиссировано. Накануне референдума о выходе Британии из ЕС дела у Кэмерона и его команды пошли совсем скверно. До сих пор они сохраняли небольшое, но преимущество перед теми, кто призывал с ЕС распрощаться. Но в июне маятник качнулся. Сторонники Брекзита, то есть выхода, рванули вперед, опередив желающих остаться на 6, а то и на 8%. Победа евроскептиков, таких как лидер партии независимости Найджел Фарадж, безусловно может вызвать эффект домино среди других недовольных стран ЕС. Но какое дело Кэмерону до других, когда земля горит под ним? Премьер так рьяно агитировал против развода с Брюсселем, что случись такое на самом деле, это станет для него лично настоящей катастрофой. Закат карьеры и гнев американских патронов, для которых Кэмерон – ценный агент влияния в ЕС. Если господин Обама едет в Лондон и говорит, что вы должны оставаться в Европе, я слушаю, что я думаю. Это президент Америки думает, что лучше, если Великобритания остается внутри Евросоюза. Ясно? Те же самые говорят банки. Сейчас вся финансовая система говорит, что надо оставаться. Почему? Потому что сити в Лондон и Уолл-стрит одно и то же. Они не должны разделиться. Совпадения, безусловно, бывают. Но чтобы вот так, в трудный для Кэмерона момент, жертвой убийцы оказывается Джо Кокс. Обаятельная, дважды мама, в парламенте новичок, до этого занималась благотворительностью. И, разумеется, она была против выхода из ЕС. Повод объявить, что агитация на тему Брекзита теперь оскорбляет память погибшей. Все поставлено так, что продолжит и агитировать прослывешь бесчувственным чудовищем. Но откроем британскую прессу, ту самую эмоциональную, и убедимся, что и эмоция может управлять. И де-факто кампания по очернению сторонников Брекзита продолжается. По неподтвержденным сообщениям, напавший на Джо Кокс выкрикивала Британия прежде всего. И теперь комментаторы призывают немедленно прекратить взрывоопасную и провокационную риторику, которая сопутствовала всей кампании вокруг референдума с самого ее начала. Нет, Найджел Фарадж не несет ответственности за убийство Джо Кокс. И сторонники выхода из ЕС тоже. Но они несут ответственность за то, как они продвигали свои аргументы. Когда вы поощряете ярость, не стоит удивляться, что люди становятся яростными. Нельзя потом просто сказать, эй, приятель, не принимай близко к сердцу. Это все игра, уловка, чтобы заработать побольше голосов. Что же получается? До сих пор неизвестно, действительно ли убийца кричал «Британия превыше всего». Более того, радикалы из одноименного движения от него категорически открестились. Тем не менее, их априори осуждают. И партия независимости тоже вроде как ни при чем. Но сказано об этом в таком тоне, чтобы уж наверняка осадок остался. Если это не агитация против Брекзита, то что? Есть одна вещь, которая вне всяких сомнений. Да, сторонники лагеря «Ремейн», сторонники того, чтобы остаться в ЕС, немедленно поняли, что эта смерть играет им на руку и стали ее эксплуатировать. Они объявили, что Джо Кокс убила ненависть и ассоциировали эту ненависть со своими противниками, с теми, кто хочет выхода из ЕС. Мне кажется, некоторые журналисты не говорят, конечно, напрямую, но намекают на то, что лагерь сторонников ЕС использует убийство Джо Кокс в своих целях. Это очень сложная тема, поскольку то, о чем сейчас боятся говорить, можно сформулировать так. А не стоит ли за убийством Джо Кокс нечто большее, чем нам объявили? История учит нас, что любое трагическое событие может быть использовано, может стать предметом манипуляции. И история показывает, что все возможно. И политики, государство, правительство, они способны на самые чудовищные деяния для достижения своих целей. За публичными эмоциями, коих сейчас гораздо больше, чем нужно, часто стоит трезвый расчет. И это явно не расчет сторонников Брекзита, которым после смерти Кокс капает сплошь негатив. На подсознательном уровне британцам заложили схему «Ты за выход из ЕС? Значит, ты на стороне убийцы милой женщины, матери двоих детей». И ведь работает. Снова смотрим на график. Сторонники Брекзита теряют голоса, команда Кэмерона набирает. Вот они уже на равных. Я вспоминаю, в 11 сентября 2001 года это сакральные жертвы были 3000 американцев. И один человек. 3000 умерли. Безвинных людей. Я думаю, что то же самое. То же самое. Те, которые хотят сохранить власть, готовы на все. Одна жертва – это ничего для них. Это для них ничего не означает. Кому выгодно, спрашивали древние римляне. Премьер Кэмерон выиграл от смерти Джо Кокс несоизмеримо больше, чем садовник Мейер. И это не домыслы и не конспирология на ровном месте. Просто констатация фактов, которые вот так совпали. Григорий Емельянов, Юлия Заграничного, Ольга Карпова, Первый канал.